Группировки войск Луганских и Донецких Народных Республик при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжают наступательные действия. Подразделения Народной Милиции Донецкой Республики успешно развивают наступление в городской черте Мариуполя с северо-западного и восточного направлений. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по объектам военной инфраструктуры Украины. 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Истребительной авиации и противовоздушной обороны ВКС России сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета. Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынии и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт. Российскими высокоточными средствами большой дальности выводится из строя вооружение военной техники Украины. Киевский режим националистов заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику для последующего направления в районы боевых действий. В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские вооруженные силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Во избежание угрозы жизни работникам предприятий украинского УПК заблаговременно предупреждаем о планируемых ударах по таким объектам. Призываем персонал украинских заводов УПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории своих предприятий. В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов, реализуемой на Украине военно-биологической программой, финансируемой Минобороны США. Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов, возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск традиционной, химической и биологической защиты. Очевидно, что с началом специальной военной операции у Минобороны возникли серьезные опасения в раскрытии введения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украины в статье 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического, биологического и токсинного оружия украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указания Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в Полтавской и Харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас.